Какую нажимать? Вот эту? Так, я вообще вас уже не вижу. И вы меня не видите, да? Я вот вас... Нет, видимо, ничего не сделать уже. Ну давайте записываем. Я вижу вас хорошо. Вы меня видите, нет? Да, очень хорошо. А как же так у меня не движется еще? Так, вы маленько как-то вам голову приподнять, а то пол головы срезает. Вот так вот. Так, у нас все записывается, выставляете в интернет. Вы не против? Нет, конечно. Все, слава Богу. Говорите. Так, что там... Это как его... Вот что-то у меня картинка сейчас немножко перебежала. Ну ладно, теперь не сделать ничего. Мы снимаем, и поэтому я выставлю, оно будет видно. А, ну привет Володе тогда. Да, да. Давайте, говорите. Слышу Володю. Так, хорошо. Так, ну тут хотел мой друг Игнатий Тихонович еще подъехать. Но у нас ночь по Москве, еще три часа уже он не поехал. Но ничего страшного. Значит, тоже хотел там пару вопросов вам задать. Вот так сижу нормально видно, да? Да, нормально. Только у вас почему-то получилось высоко, лоб срезает теперь. Под самый... Вот так. Вот место закрепитесь на этом. Я понял, хорошо. Все, говорите, пожалуйста. Хорошо. Ну все, тогда начнем. Ну по Библии сначала хотел бы там уточнить кое-что. Вот Сирахов, 34 глава, 20 стих. Да. Что заколающий на жертву сына пред отцом его, тире, то приносящий жертву из имения бедных. Поясните, Игнатий Тихонович, вот этот стих. Как его понять вообще? Очень просто. Бедный человек, у него ничего нет. И написано, говорит, зарплату ему выдай к вечеру. Потому что бывает в залог берут одежду. Ничего нельзя взять, ну да, в залог, в верхнюю одежду отдай ему, ему укрыться даже нечем. И человек, который отнимает хлеб, Сирахов дальше говорит, это кровопивец. А он отнял у него, не дал зарплату. Вот как сейчас там повысили цены, у людей нечего купить. Это кровопивцы, олигархи и прочие правители, которые кровопивцы. И вот этот точно сам к этому относится. Считайте еще один раз. Угу, 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 понял. Еще раз прочитайте. Да, прочитайте, сейчас я по частям буду говорить. Что заколающий на жертву сына пред отцом его. То есть взять сына и перед отцом в жертву приносить заколать, резать его. Мне нужна жертва, а я беру твоего сына и перед тобой, перед отцом. И это равнозначно чему? То приносящий жертву из имения бедных. То есть ободрал сначала, а теперь идет и свечку покупает. Вот берешь ты, когда ободрал. Или эти вот ограбили Россию, а теперь на храме Христа Спасителя, Лужкова, все имена свои дирипаски пишут. Грабители перегнали страну всю в Израиль, а теперь начинают мудрить здесь имена свои писать на храме поганцы. Это кровопивцы. Понятно, Игнатий Тихонович. Дальше. С этим вопросом понятно. Ну, этот же только 25 стих. Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Речь идет, что прикасаться к мертвому вообще нельзя? Нельзя. То есть прикасаться, ну, нас же хоронить, он человек оскверненный. И до этого Левит говорит, если ты прикоснулся к мертвому, до вечера ты нечистый и должен очиститься, а одежду вымыть. Так вот и здесь об этом говоришь, что человек, который идет на исповедь, это уже к нашим, по-современному сегодня-то, а завтра опять делает то же самое. Какая польза? Ты знаешь, курить нельзя, покаялся, а все, а на завтра опять, знаешь, бороду стричь нельзя, сходил на исповедь, а теперь опять берешь и стрижешь. Ты говоришь, да я вот первую неделю не так постился, да зачем ты ешь-то? Идет каяться опять тоже есть, то есть к мертвым делам прикасаться не надо, они мертвые. Ты оскверняешься к этим. Чужая жена, не ходи туда. Было когда раньше, даже той дорогой не ходи, не переписывайся, не звони. Какая польза? Вот если исповедуешься, опять к тому же лезешь. Вот и все. И знаете, что даже к родственникам мертвым прикасаться нельзя вообще? Да прикасаться приходится, но только ты будешь нечистый. Нечистый, писай, как не прикасаться? Куда денешься-то? И хоронить-то надо. И вот было так, что одна женщина дает обед на зарейство. В это время нельзя там то есть, виноград, косточки, там ничего, перечисляется. Но у нее умер отец, она к нему прикоснулась. А у нее, кажется, пять лет было на зарейство. А это сделалось уже на пятом году. И у нее пропало все теперь. Теперь она заново начинает все это воздержание. А случилось так, что умер сын, и она опять прикоснулась с хороняем. Как не прикоснуться? Но она знает, что за этим есть. Ее не выгоняют, ничего, но определенная мера. Допустим, женщина, она не виновата, что у нее месячная. Сейчас, в настоящее время. Она приехала у нас с севера креститься. Завтра креститься, а у нее вечером началось. Ко мне этот протеерей подходит и говорит, что делать? Я говорю, ну устав как, говорит. Ну как, отложить, пока исчистится. Ну отпускай свою мигку и совершит, как в Израиле. Подожди. Так она вот... Ну и дальше нечего. Другого варианта-то нету. Она позвонила своим и сказала, на работе меня не будет. Я заболела. Прошла там неделя сколько, и дальше приняла крещение. А, ну я слышал, вы рассказывали уже, вам задавал вопросы. Да, именно так. Мы даже строго держаться за соблюдение наших уставов. Мы православные. Все, вопрос снятый. Нравится, не нравится, эти вопросы надо выкинуть. Угу. Понятно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Давайте. Почему раньше приносили жертвы? Значит, а теперь нет такой... Ну не традиция для звезд, это... Все понятно. Жертва напоминала о грехах. И особенно в послании к евреям апостол Павел разъясняет. Теперь единокровная жертва. Христос принесен в жертву. И те жертвы устранены. Те жертвы только напоминали о грехе, а Христос омыл. Вот агнец Божий, который придет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1.29. Понял, понял, понял. Ягненок. Тогда ягненка приносили. Быка. Христос теперь говорит, Иоанн Златоус говорит на пасхальном слове. Вот телец упитанный заколот. То есть Христос. Христова жертва заменила все жертвы. А те жертвы только указывали, что придет настоящая жертва. Он возьмет грех мира на себя. И мы будем омыть его кровью Агнуса Божественного. Пожалуйста. Да, понял. Теперь полный ответ. Так. Книга пророка Даниила. Седьмая глава. Девятый стих. Так. Девятый стих. Видел я наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. Ветхи днями это что говорит? Речь идет о... Отец небесный. О Саваофе, да? О Саваофе, да. А вот дальше там в 10 стих огненная река выходила и проходила перед ним. Это что огненная река, которая нам придется всем переходить ее? Именно так Ефрем Сирин говорит. Грешникам и праведам. Сектанты про эту реку не говорят и не знают. Я еще ни одного не встретил. Ни баптистов, кто бы знал, что это за река. А река это означает испытание. И дело испытывается огнем, Павел говорит. В первом послании к Коринфянам. Праведник пройдет через реку и как солнце высияет, а грешник выйдет, как обгорелая головня. Но спасется. То есть что спасется? Не уничтожится. И пойдет в ад вечный огонь. Спасется от уничтожения. Это говорит, когда блаженство заповеди блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны смиренные. А дальше говорится, кто нарушит одну из малейших заповедей, тот малейшим наречется. Малейшие, значит, юные заповеди. Только что сказанные. И малейшим, то есть никаким ничтожным. Другого толкования нет. Ну, не знаю вообще, да, так сложно, что иногда так вот думаю, думаю, думаю. А кто же вообще спасется-то? Ну, так написано с человеком, это невозможно. А для Бога все возможно. Бог спасает нас. Не по делам нашим, а по любви своей. Вот. Праведник спасается едва, написано едва. А нечестивый греш нигде явится. Поэтому и в утренних молитвах мы считаем, и в вечерних, что не надеемся на свои дела. Не по делам, но верою в Тебя, Господи. Ибо наши грехи Он взял на Себя. Он омыл нас кровью причистой. Но для того, чтобы кровь Христова на нас была действительно действенной, необходимо два условия выполнить. Это первое послание Иоанна, 1 глава 7 стих. Вы бы записывали маленько что-то? Давайте, давайте. 1 Иоанна 1, 7. Так, 1 Иоанна 1 глава 7 стих. Через двоеточие. 1 двоеточие 7. Там написано, если уходим во свете, как Он во свете. То есть, Бог нас освящает, мы не грешим. Второе условие. Имеем общение друг с другом. То есть, не в монастыре сидим. Имеем общение. То есть, идем благовествуем. Вот что означает. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот тогда она нас очищает. Вот два условия необходимые. Жить свято и идти проповедовать. Нести Слово Божие. Два условия. Да. Я подпишу себе. Два условия спасения. Да. Чтобы кровь Христа омыла нас. 1 Иоанна 1, 7. 1, 7. Кроме того, говорят, для спасения что нужно? В первую очередь, страх Божий. Ну да, это да. Ничего нету. Совершенно. Страх Божий. Ну а дальше рождение свыше. Рождение свыше. И водительство Духом Святым. Все на этом. Все. Угу. Ты уже спасен. Но это означает всю жизнь ты будешь в поте лица трудиться, бежать на ресталище и быть первым. Ну, Игнатий Тихонович, трудиться в поте лица это же не значит, что ты должен трудиться именно на работе в поте лица. А в плане своего духовного воспитания? Да и на работе тоже. На работе тоже? А как же. Иоанн Затаус говорит так, вот земля необработанная, и там растет бурьян. Это означает, если распахать ее, там будет расти. Бывает человек, ни рыба, ни мясо, как говорят. Ни свечка, ни кочерга. И поэтому, если он обратится, ничего там и не будет. А апостол был как? Савл гнал церковь, громил. Но я обратился в апостол, есть какой апостол. И мы должны всегда так и рассуждать. На работе надо работать очень хорошо. Есть возможность работать на двух работах. Но я просто не буду нигде говорить. Я работал на стройке. У меня все время выработка была 280-300 процентов. Чтобы было из чего уделять. Чтобы платить десятину, у тебя все было. А в свободное время, какие дни свободные, бегу, там кому-то пещу сделать, дачу сделать, переплетаю книги там. То есть, все время у тебя должны быть деньги. Почему? Подать нуждающимся, накормить, напоить. На мерзкой работе ты должен быть примером, чтобы на тебя показывали. Это вот, вот как надо работать. Понятно. Работать надо, я так понял, во всем. Во всем надо быть. Две-три работы. У меня было всегда две-три работы. Мне интересно вспоминать свою жизнь. Я был неукротимый в этом вопросе. У меня ни перекуров не было. Мне работы давали отдельно. Отдельный там подъезд. Я там полы настилаю, двери ставлю. И выработка была 300 процентов. Вообразить нельзя. До трех мужиков. Действительно. Поэтому я и в детский лагерь. А мне неделю ставят. И пополам делят 150. Ну, мне есть что вспомнить. Почему? Я по-другому не знал никогда. Ни одного дня свободного, чтобы не было. А на работу пошел сторожем. Переплетаю книги, тащу пилы, подщимаю обувь, щеню там. У меня все время прибыток было откуда-то. И все это в радость. Ну, в воскресенье стараться не работать, да? Стараться не надо. Просто нельзя работать. Тебя убьют. Нельзя работать, да? Нельзя. Суббота указывала на воскресенье. Ну, работать можно, но определенная работа. Какая врач его можно? Животноводом можно и сторожем. Все. А остальное пусть неверующие делают. А как же, говорит, электричество? Ну, не стану оставить на эту работу. Тебя никто не ставит. А то скользящий график, да всякие глупости. Да у меня денег нет, да работает. А работает продавцом. Или работает где-то там в банке. Срам один. Никогда нигде не нарушай. Я знаю людей, они у меня друзьями были. Приговоренные к расстрелу, за слово Божие. Ну, во времена Сталина. И они в лагере, в сталинском, в ГУЛАГе, в воскресенье не выходили на работу. Да мало того. Если Рождество попадает в среди недели, они не выходили. А он такую работу делать никто не может. Начальник тюрьмы вызывает и говорит, Александр Иванович Устинов. Ты заранее говори бригадиру, когда у тебя праздник будет. Он говорит, я вам две смены отработаю завтра. А это праздник Христовый. Я молюсь, отстаньте вы от меня. Да мы тебя сгнаем. Ну, значит, вообще ничего не получите. Знаете, есть такой кавказский пленник у Льва Толстого. Он говорит, да мы тебя. Он говорит, а вообще тогда никакого выкупа у вас не будет. И все равно сбежал. Понятно. А Костылин гнил там лежал, пока заплатили. Надо быть как Жилин. Жилистым. Ну да, надо стараться. Так, ну, в принципе, понятно по этому вопросу полностью. А, хорошо. А вот хобби своим заниматься по воскресеньям можно? Ну, смотря какое хобби. У нас, например, в деревне разрешается что? Ходить по ягоды. Посещать больных. У нас проходит слово Божие. Мы едем на благовестие. А батюшка дома рыбу порыбачит. С удочкой посидит. Иногда погребает. Все. Больше ничего нельзя. Угу. То есть написано, не занимайся обычными делами. Которые среди недели. А среди недели мы этого не можем делать. У нас времени нет. А то говорят, ну, люди-то, которые ничего не знают. Они что говорят? Потому что не работают неделю. Бутылки собирают. Угу. А если я работаю в две смены каждый день, я не дождусь, когда суббота будет. Помылся и упал. Ну, да. Так. Понятно. Игнатий Тихонович, послушайте, я занимаюсь мотокроссом. Знаете, что такое мотокросс? Ну, а мотоциклы, там разные рокеры, это проще. Не, 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 не рокеры. Рокеры это так. Это, которые по городу ездят. А мотокросс это такое, знаете, это соревнования проходят, тренировки как спортсмены. Ездят на мотоциклах по внедорожной, по не асфальту, а по песочным трассам. Трамплины там, все такое вот. Не видели никогда? Да. Видел, смотрел. Это намертво запрещено христианам. Намертво. Я хотел спросить. И воскресенье вообще. Почему? Там опасность. Ты можешь повредить себя. Тело твое, храм Божий. Я видел, лежал поврежденных, поломанных, погибших. Я это видел своими глазами. Это не христианское дело. Ты наоборот должен избрать безопасный путь. И воскресенье тебе на мотоцикле только одно. Бабушек довести до храма и обратно. Вот для чего. Или в соседней деревне лежит кто-то больной. Или взять Евангелие, собрать людей, там благовествовать. Вот на это. Только на это. Больше никуда. Ну, на мотоцикле можешь съездить где-то за ягоды, за грибами. Потихоньку. Жену взять детей. Лучше можно где-то... Ну, я понял. Лона природы. Я понял. Я просто хотел спросить. Я тоже занимаюсь уже почти больше 15 лет. За эти 15 лет-то у меня было много травм. Я и погоду лежал, не мог встать. Ну, очень много. Вот. И... А сейчас вот все больше и больше прихожу к вере. И как бы вот... Прямо в себе внутренне чувствую, что вот... Может уже и пора, как говорится, завязывать этим со всем. Я поэтому хотел спросить у вас вопросы. Вы своих товарищей найдите, с кем безумствовали, и скажи им. Мы самоубийцы. Этого делать нельзя. Христос умер за нас. Мы себе не принадлежим. Мы не имеем права рисковать. И при том это ничего не дает. Вот. Я понимаю, что человек, который рискует, спасает другого. МЧС. Вот тут оправдано тогда. Он где-то застрял. Его надо вытащить. Или тонет. Или горит. Пожарник. Это святое дело положить душу свою за ближнего своего. А это... Чего ты там лазишь? Кому ты доказываешь-то? Вам обязательно зрители нужны. Друг перед другом. Ну, тут дело даже не сколько там друг перед другом. Дело в том, что это как-то, знаете, я с самого маленького детства, там, не знаю, начиная с мопедов, вкручу эти гайки, как говорится. И это уже как-то настолько втянуто в жизнь. Но теперь вот прихожу, понимаю, что действительно надо. Если уж и кататься мне, как говорится, не отказываться, то просто ездить для себя, для физического своего здоровья спокойно. Ни на какие соревнования не ездить никуда. Это да. Не ездить, не смотреть. И кроме того, вы должны пройти по тем местам, где ездили, и залезать все это. Залезать. Товарищам, друзьям сказать, мы безумные. Мы рискуем то, что нам не дано. Мы неправильно тратим время. Неправильно тратим технику, разбиваем, где попало. Какая тебе нечистая сила несет? И написано, когда дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, по пустыням. Это сатана таскает людей. Сатана, это не просто так. Это сатанинское дело. Самоубийственное дело. Вы должны на это посмотреть очень серьезно. На исповеди священнику сказать. Маленько повыше голову сделать. Еще чуть-чуть. Вот так. А то барана не будет видно. Вот так. Угу. Вы должны просто сесть, взять бумагу и посмотреть, сколько вы ходили, сколько тратили, сколько бензина. И за все это у Бога и спросить прощения. Сколько же ты времени потратил? У тебя хобби должно быть одно – благовествовать. Воскресный день дождался, заранее у тебя накупили литературы, Евангелие. Сейчас вот по благосостоянию патриарха Кирилла, красный такой. Я видел, я видел, которое вы раздаете там. Вот, это патриаршее поездание. Это удивительное дело. И вот мы проехали. Вы знаете, где мы проехали? Откуда? От Владивостока. Я знаю. Да, да, да. Я сейчас смотрю ваши все ролики. Ни один не пропускаю. Мы проехали до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. И везде дарим. Ну, у меня 38 книг вышло. И дарим. Так мы рисковали, знали зачем. Ночевали в лесополосах, где попало на остановках. Это не игрушка. Пройти все государства Европы. Прошли тут. Ну, конечно. Так у нас цель великая стоит. Сколько людей новых пришло. Новых. Мы сеем с надеждой на нашего Господа. Чтобы и вести и сказать, Господи, вот я и дети мои. А тут какие дети-то у тебя? Ты мотался и все, как говорится, как одно дело в проруби. Ну, понятно. 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 Это хорошо. Вы хорошо обличили. Да. Это я люблю. Так. Ну, с мотоциклами здесь не все понятно. Хорошо. Значит, ну что, тогда дальше, да? Да. Так. Так. Сирахова книга. 41. Пятнадцатый стих. Так. Заботься об имени. Ибо оно прибудет с тобою долее. Ну, понятно, там, о душе заботиться, там, о теле, понятно. Но об имени, не понимаю. И слово долее, это что, далее? Дольше, дольше. Дольше, дольше. Вы неправильное ударение делаете. Дольше. Имя прибудет дольше. Допустим, мы говорим, был Давыд. Давыда нету. А имя его осталось. Почему? А, ну, теперь он. Имя осталось его. Мы говорим, Псалтырь Давида. Вот, допустим, нет Королева, а он строил, и мы поминаем его. Нету Эйнштейна, а мы поминаем имя его. Но если человек жил свято, то имя его прибывает дольше, чем его жизнь на земле. Мы говорим, Павлов Иван Петрович, вот он открыл там такие и дальше. Лауреат Нобелевской премии. Надо заботиться о имени своем. Апостол Павел говорит, чтобы, когда рукополагает кого, чтобы имели доброе мнение, слухи от внешних. А нас, чтобы и соседи, и друзья, и враги могли сказать хорошо. Не давать им повода нигде, никак. Ну, просто надо жить свято. И поэтому имя свое, дороже имя-то. Потому что береги одежду, говорит, с нову, а имя свое с молоду. Береги свою биографию, не позволяй, чтобы запятнали. А тебе будут говорить. Это какой человек, этот Ширван, какой он там, этот, я неправильно произношу его. Армянин-то. Когда автобус упал, он под воду десять метров нырял и нырял. Восемнадцать человек вытащил. Тринадцатикратный олимпийский чемпион. А потом, когда он бежал и горел дом, теперь он там стрелял. И там сколько людей спас. Вот именно к имя осталось. Да. Или возьмите у татар, вот сейчас в Казани. Он купил сам, татарин один с сыном. Работает, находит деньги, свалку там выпросил, а потом разгладил, сделал стоянку автомобилем. Работает. И у него деньги есть. Он купил шестьдесят восемь автобусов и подарил детским домам. Шестьдесят восемь. Не мотоциклов, автобусов. И дальше сколько он разных там-то, компьютеры, детям, какие подарки. Там все везет и везет. Татарин, мусульманин. Да где мы-то против него окажемся? Когда мы куда попало, прожгли на ветер. Ну, ну ладно, ты рассекал, в воздух ездил. Чего у тебя не было, чтобы тебя, говорит, пол будто стукнул кто-нибудь. В разумление ты тебе дал. Куда ты несешься, говорит, глаза закатил. Зачем тебе это надо? Как сумасшедшие. Ну да, это точно. На сумасшедшие это похоже, это точно. Так, хорошо. Хорошо. Значит, что там? Ну дальше тогда, да? Ну да. Так. Ну самое, что больше всех тревожит, уже очень много раз вам задавали всякие эти вопросы, что касается крещения. Я тут немножко батюшек своих тут в приходе, куда хожу, шевелю в этом плане. Ну, конечно, там все сдвинуть это, я так понял, невозможно. Вот у меня была беседа, и я тут с ним беседовал, и вот хочу вот такие вопросы вам задать. Значит, упоминается ли где, что перекрещивать нельзя, так как крещение едино? Что перекрещивали, это я знаю. А вот упоминается ли где, что перекрещивать нельзя, так как крещение едино? Есть ли такая вообще информация? Апостол Павел говорит, едино крещение. Я в это написал в символе вере. Ну это да. Вот. Это определенно и четко. Крещение не повторяется, как рождение. Ты родился или выкидыш. Ну да. Потому что крещение – это рождение, завершающий этап рождения свыше. Признание грешникам, принятие искупительной жертвы Иисуса Христа и от воды и духа. Не от песка и от слюней, как лгут сегодня попы. Ну да. Материал о крещении я выставил под вчерашним роликом, под этим могу выставить. Вы прочитайте, священникам давайте. И говорить, что безуспешным все – это не так. Я работал в этом направлении 53 года. 53. И теперь вижу, и патриарх выступает и говорит, у нас поехал епископ при патриархе Алексея. Алексей. А он меня спрашивает, а какие у вас отношения с Игнатием? Я их завалил. И теперь патриарх Алексей Второй выходит и говорит, крестить только в полное погружение, строить баптистерии. Оказалось, ничего нельзя сделать. Это неправда. Надо делать. Я обычно отвечаю, почему нельзя сделать? Потому что ничего не делали. А Бог? С нами Бог. И поэтому все вопросы сняты. Не покладай рук, трудись, как Федоров Амулевский пишет. Работай руками, работай умом. Работай без устали ночью и днем. А там уж что будет так? Будет пускай так. Ну же работать мы дружно давай. Это дореволюционный поэт был. Никогда не сломай руки. Непременно. Бог дарует победу не здесь, а к вечности. Угу. Понял. Это так. Хорошо. Значит, еще мне батюшка сказал вот такую фразу. Так. Что... Я хотел у вас вопрос такой спросить. То есть, упоминается ли где, что при неправильном крещении крещеный получает благодать Святого Духа, а ответственность за неправильное крещение ложится на священника? Лгут они. Лгут Папы. Написано, каждый за себя даст отчет Богу. Каждый. Это говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Это лгут они. Никто ни за кого не ответит. Он за себя не ответит. Написано так. Если он не в три погружения, то он извержен. Он не поп совсем. Это просто разбойник в рясе стоит. Апостольское пятьдесятое правило. Ну да, да, да. Вот и все. Это они попы просто мошенничают. Сборище разбойников, как Писание говорит. Священники. Сборище разбойников на пути в Сихем. Пророк Сафония говорит. Где он нашел? Пусть покажет. Берет ответственность. Да какая ответственность тебя? Ну пьяный стоит милиционер, говорит, я тебе разрешаю ехать на красный свет. Ну ты поехал, что тебе? Шибли башку, да и все. Ничего у тебя нет. Он не имеет правила. Я тоже так думаю. Мне даже думать не надо. У нас правила есть. Зачем думать? Православным много думать не надо. Надо подчиняться. За нас обдумали. Это у сектантов они. А ты как понимаешь Ваня? А ты Маня? У нас не надо думать. У нас толкование есть. Правила, каноны. И мне надо думать об одном. Как это выполнить? И выполнить точно, безупречно, с радостью. Говорят, вот правила православные. Там заповедь на заповедь. Правила на правила. А для меня этого нет. Это моя жизнь. Естественная жизнь. В заплатах, в бедности. В проголоть. Но чтобы радостное сердце было. Радуйтесь. Еще раз радуйтесь. Это Павел писал к филиппийцам, будучи прикован к стене в тюрьме. Одиннадцать раз сказал радуйтесь. Да. Врут священники. И что делать? Понятно. Не могу. Понять можно. Я поясняю вам. Понять можно. Они Бога не знают. Я хотел спросить вас. Как фамилия? Моя? Да. Рогачевский. Рогачевский. Чтобы знать, с кем разговаривали. Где живете? Это не секрет? Так я уже к вам выходил. В Беларуси. В Беларуси, Гродно. Гродно. У нас недавно из Беларуси, там один книги у меня выписал. Очень хороший человек, Волков. В Беларуси у нас связь есть. А, есть? Ну я-то не вижу. В Минске? Там, я сейчас скажу, в Гомеле, в других городах, в библиотеках мои книги 38 книг. Мы там проехали. Вы можете их даже взять. А я скачал ваши книжки с интернета. Я их так читаю. Хорошо. Эти все ваши... Ну там не все 38, но много книг, которых у вас на вашем сайте, на форуме. Там, я сейчас скажу, 45 книг там. Не 38, а 45. Которые не изданы. Они готовы, но средств нет. Я их так заморозил, оставил. Вот последние у меня 4 тома моих стихов по 800 страниц. 3467 стихотворений. Но уже мне их не издать. Сегодня такие цены за миллионы все крутит. А у меня пенсия 5608 рублей. То есть, сегодняшним деньгам 85 евро за месяц. Да, это, конечно, не заботится страна о том, о ком надо заботиться. Так они же не давали мне работать нигде. Не давали. Меня гоняли по социальной лестнице. Когда я освободился из лагеря, то милиция обязана устроить каторжников. Ну, со мной пошел там Евгений Винс, майор. Да, я тебе сейчас утром. Ходил, ходил весь день. Кажется, 15 организаторов прошли, нигде не принимают. Он говорит, надо же. Я всех уголовников устроил, а вас не могу. А потом, говорит, знаю куда. Возьму неведомственную охрану в милицию к себе, чтобы на глазах было. И меня взяли. А раз я был на такой работе, а больше нигде не дают? Нигде. А я прораб, профессиональный строитель. Нигде не дают. Да мне это хорошо. Во-первых, в милиции хороший оказался начальник по политотделу. Он сейчас федеральный инспектор. Ну, как раньше был, полномочный представитель президента Власов. И каждое воскресенье всю милицию собирали. Я с ними вел занятия. Не воскресенье, а в какой день было? Не воскресенье. Ну, когда у них собирались-то? А кроме того, у меня три дня свободных. Я сразу в эти дни, ну что, на велосипед и пошел где? Песок, глина. Я стучусь. Кому печку сделать? То есть они мне не худо сделали. Ну и посадили. А когда посадили, я вышел, судился 11 лет. Вот выиграл суд-то. Ну, там одну двухсотую часть. И то платить нечем. И вот мне тогда два домика эти дали, где я сижу. Тринадцать сотых. Все на пользу. В свое время. А тогда-то было печально для меня. Обидно. Это точно. Это вы пытаетесь включить сейчас, да? Чтобы видеотрансляция была? Да. Нажимаете? Я нажимаю. Он все время его включает. Я нажимаю. А она застывает. Почему? Я не могу объяснить. Никто не может еще сделать. Но это когда не со стационарного идет. Это непонятно. Ну, а я специально вот сейчас, перед тем, как с вами связаться, связывался с человеком. Ну, у него ноутбук. Ну, нормально. И нету проблем. Может быть, из-за дальности какие-то атмосферные. Ну, вот я второй раз с вами встречаюсь. Вы помните меня, что я приходил раньше к вам? А когда? Ну, приходил, наверное, месяц назад, чуть больше. Я приходил еще с одним парнем. Еще вдвоем мы были. Ну, ну, хорошо помню. Да. Помните, да? Конечно. Ну. Вот. Я решил второй раз к вам выйти. Хотел еще... А вот парень-то тут где? Он сидел с этой стороны от вас, с левой стороны. Да, 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 да. Сидел здесь. Ну, он нормально еще живой, слава богу. Ну, он что-то связан с кем-то, с мусульманами, что ли, был? А, ну, мы у него увидели, помните, что губа у него. Он рассказал, что там у него это. Да, да, да. Нет, ничего, он не связан с мусульманами, ничего. Значит, он там к доктору ходил, он поэтому-то постриг. Да, да, да. Ну, это нормально. Сейчас отросла у него губа, проблем нету. Пускай не трогает ни одной волосинки на бороде. Не трожься. Это не получится. Мы православные. Посмотри изображения апостолов, пророков. Да. Нигде нет этого безобразия. Это блудодейная ересь. Всегда называй. Брит, если взял, скажи, я блудник и желаю то и то делать. И тогда сразу бросишь, в руки брать не будешь. Понятно. Ну что, к следующему вопросу можно переходить. Давайте. Священник сказал, что на пост надо причащаться в начале поста, в середине, в конце. Есть ли где такая информация? Нигде нет. Он обманывает. Понимаете, они меня страшно не любят. Говорят, вы бы не говорили, никто не знал, зачем вы это открыли. Вот понимаете как. Прямо из крестного хода настоятель вырвался ко мне, подошел и говорит, Игнатий, вы что делаете? Нашу мать церковь позорите. А я вел три радиопрограммы и телевидение. Говорите о крещении неправильно. Да никто бы не знал, если вы не говорили. Они мошенники. Разбойники захватили власть на корабле. Пираты. Я говорил и буду говорить. Это повеление Божие. Чтобы глаза открылись. Понятно. Нигде. Причащаться нужно и каждый день, и раз в году, и в два года раз. Или у нас в принципе четыре раза. То есть определенного нет. Одни святые отцы говорили так, другие так. Но есть такое свидетельство священников. Кто часто причащается, чуть не все бесноватые. Беснуются, да. Это слышал я уже. Они не готовы. Мы готовимся. Надо говеть. Крепко потрудиться. Высчитать все правила. Четыре поста. И на день ангела, если Бог даст. А заболел? Соборование есть. У нас есть таинство. Понятно. Обманывают, значит. Все обманывают. Обман на обмане. Помолимся о них, чтобы не обманывали. Но ничего больше не остается. Это точно. Как только помолиться. Один говорит, давайте объединимся к священнику. Я говорю, ну как, пойдем морду набьем им или как? Объединимся. Это ты пост молитву объявляй. И где можно ему книгу подари или как-то выдвини. Но неверующий поп. Он залез не знает зачем. Глеб Якунин знал. Самая большая ошибка, что я думал, что священника будут слушать лучше, чем мирянина. Вот я помню, сидел в синоде за рубежом. Там там митрополит, епископы. И они наставили, чтобы я согласился быть священником. А я говорю, меня где-то не пустят. Я везде имею доступ. В администрации, в прокуратуре, в КГБ, в тюрьме. Там трудно перечислить место. Митрополит Виталий подумал, да, действительно, кое-где вам ход будет закрыт. И все. Я знаю. Я с народом здесь. У меня есть одежда сшитая такая, подрясня. А я ее тоже подарил другому. Меня ничто от них не отделяет. Я один из них. Если я иду по камерам в тюрьме, все знают, я каторжник. Ко мне относятся заключенные так, ни к одному попу не относятся. Они знают, что я знаю, о чем он думает сидеть сейчас. Потому что я один из них. Так, сразу с этим вопросом хотел я еще раз спросить. Надо ли мне вести диалог вообще со священниками? И о перекрещивании, пытаться им объяснить что-то. Если я вижу, что они вообще не хотят даже слушать. Два раза больше не надо. Только два раза. И к ним относись как к еретикам. После первого-второго разумления отвращайся. Потому что они самоосужденные. Сами себе вынесли приговор. Он не прописан в раю, он прописан в аду. Но сказать надо, в писанном виде можете подать. Вот я материал о крещении дойду и его отпечатайте. Я 40 лет собирал эти материалы по крупицам. Это не игрушка. 300 томов полиантов приходится молотить. Мой материал о крещении самый полный. О каких я знаю в интернете или где бы то ни было. Что говорит патриарх Алексий. Что об этом фотографии. Какие книги за 20 столетий кто что сказал. Крещение и слово перекрещивать. Устраните из своего лексикона. Нет перекрещивания. Они не крещеные. Угу. Вот вы пришли я говорю в темноте получать зарплату. А свет погас. И вам фантики дали. По размеру как деньги то. Ну считай, считай. Тут сотельное там. Пятисотельное. А ты пришел. Ничего нету. Да тебе еще второй раз получать. Да не нету. Обман. Угу. Перекрещивания нету. Они не были крещеные. И все весь сказ. Угу. 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 Поэтому открещают его. Крещают его. Крещают. Хорошо. С этим. С крещением все понятно. Да. Да. Я тоже много информации. Вот. На этом сайте. Азбука Веры. Вы же знаете сайт такой. Да. И там я тоже. Вот что касается крещения. Залез там. Вот эти вселенские соборы. Что перекрещивали. Значит. Многих. Значит. Все как бы это есть. То есть. Кто был недостойно крещен. То есть. то тех перекрещивали. Это да, очень много информации. Но, видимо, им это не надо. Неверующие, потому что неправильно крестить должен быть извержен. А раз он не извержен, ну как это-то оборотня называют, оборотня в погонах. Он должен быть посажен. Преступник должен сидеть. А его держат в милиции. Ну он обнаглел дальше уже творить, что попало. Сам пытает, сам выносит приговор, расстреливает и что угодно. Вот попы этим занимаются. А я за тебя отвечу. Ты ничего не ответишь. Ты за себя не ответишь. За один день не ответишь. За одного некрещеного не ответишь. Он разбойник. И к нему надо так относиться, как к разбойнику. Страшно, конечно. Люди не знают. Неправильно получается. Крещение проходит, таинство неправильно. И люди легкомысленно к этому относятся. И что получается? Что нет шансов на спасение? Ну, а какое спасение-то? Если человек сам не ищет. Вот вчера я разговаривал с Фоминой Елиной, с Украины. И под ней, там, ну, под этой, под этим роликом, внизу комментарий я сегодня выставил. Вы все просмотрите о церкви, о крещении, о священстве. О священстве посчитайте, какие они должны быть. Иоанн Затауз говорит, избирая пастыря, не избери волка. Ну, да, это точно. Вот так. И поэтому, из вас самих восстанут лютые волки. Деяния апостолов в Говоре написаны об этом. 20 глава, 29 стих. Ты читал это, да. Это нигде больше нигде говорится, столь строгие слова и такого сильного наказания, как 16 глава книга чисел. Живем в ад, Бог их отправляет. Самые безжалостные на земле люди, священники, самые жестокие, это притча о Самарянине. Израненный, лежи, это он мимо протопал, даже не тормознул. А Самарянин, то есть какой-то, может, сектант поднял тебя и повез, и отдал в гостиницу. Да, это слышал я такое, да. Ну что, Игнатий Ильич, есть время у вас еще? Говорите еще немножко. Ну, давайте еще немножко. Так, Левит, Левит, 15 стих. Вот разъясните. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождая лицу великого. Не угождая лицу великого, понятно. Не будь лицеприятен к нищему, это не могу понять. Лицеприятен, то есть когда большой начальник, мы выходим, раскланиваемся, Яков говорит, войдет к вам в собрание человек, богатый, знатный, вы выходите, расшаркиваетесь. Вот, пожалуйста, проходи вперед. А если нищий, а ты сядь там, то лицо приятное, приятное, неприятное. Это нищий, а ты к нему отнесись, как гражданину страны. Ты по полной мере должен судить так же. Богатый он или бедный должно быть одинаково, лицеприятие не должно быть. У Бога нет лицеприятия. У Бога одна шкала будет для всех. У тебя душа. Там не будет на тебе рясы. У тебя ничего не будет. Ты будешь голый стоять, поп, еще ты трепешься, что отвечать за кого-то будешь. Янг зато он говорит, раскопай могилу, посмотри, когда бывает, где кости лежат. Кому они принадлежали? Никто не знает. И что ты теперь хочешь? Не будь лицеприятен. А лицеприятствует, когда мы, ну, знатный, значит, мы ему объятия открываем, а бедный, иди сядь пониже там. А разве это угодно? А в бедный, может, как раз Господь и пришел к тебе. Согласен. И, значит, дальше в 16 стиху. Не ходи переносчикам. Переносчикам, что это за такое слово? Я слышал и пересвистнул. А то у Сократа один пришел и говорит, знаешь, я узнал одно дело, говорит, такое, очень важно и про тебя, от твоего друга. Он говорит, а ты уверен, что это правда? Да нет, я не уверен. Итак, ты хочешь мне рассказать про моего друга, но не уверен. Так, дальше что? А ты, наши отношения с другом улучшатся от того? Да нет. И он внутри вопроса задал. ты хочешь мне рассказать про моего друга? Про моего друга. И не знаешь, правда это или неправда. Отношения наши не улучшатся. И дальше перечисляешь, что... Так надо ли рассказать? Тот опустил голову и ушел. Не ходи переносчикам. Услышал? Пусть умрет у тебя. Не бойся, это как стрела, вонзенная в бедро. Не умрешь, ты никому не скажешь. А вот только потрепаться, как кумушки у колодцев. А я слышал, я знаю. Ну, мужик один решил узнать, у него жена, она говорит, я никому ничего не скажу. Он говорит, а у меня сегодня было так, меня надоел один, говорит, кузнец, я его убил. Убил, говорит, убил, да ты что, Ваня сделал? Ну, никому не... Да нет, да ты что? Ой, как ее раззадорило, она поскорее... По воду надо сбегать-то, побежала. Ой, так охота, ну, нельзя говорить никому, а что? Да Ваня-то у меня убил кого-то, кузнеца. И уже к вечеру в милиции пришла арестовывать. Вот она пошел возле дома, коробочку отрыл, кузнечик лежит там. Она огородила. Она баба-то его заложила уже. Она продалась по трахаме его. Не ходи переносчикам. Кто еще сказал, пусть умрет, а то сказал... Пустословие, я понял. Не пересвистывай. Угу. Так, ну, хорошо, все понятно с этим вопросом, все. Так, это закрываем вопрос. Так, по обличению есть вопрос у меня. Значит, вот, говорит, Сирахов, 42,8, не стыдись вразумлять неразумного и глупого и престарелого. И дальше там пошло. А в притчах 14,7, значит, отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумный хуст. То есть, тут не стыдись вразумлять неразумного и глупого, а тут отойди от человека глупого. То есть, как-то тоже не понимаю, значит, тут вроде как бы противоречия такие, но может это не противоречия? Не противоречия. Сирахов говорит о том, что ты видишь, он поступает неразумно, но ты-то не знаешь, глуп он или не глупый, так как он тебя восприимет? Ты ему пойди и скажи, что ты делаешь, ты что делаешь-то? Седина, борода, Седина говорит, в бороду, а бес в ребро. Ты прожил с женой, дети здесь, и ты видишь, что ты учишь меня? А вот об этом же говорит Соломон. Ты его обличил, узнал, что глупый, теперь не подходи. А Сирахов говорит, первый раз обличить, когда ты не знаешь, как он отреагирует. Ты же не знаешь, когда подходишь, глуп он или не глупый-то. Ну да, да. А когда он тебя обругал, да иди, пока тебе ноги не переломал, по болевым точкам тебя. Ну и тогда отойдет, и ты видишь, он совсем глупый. И об этом написано 2-я параллельпоминон, 25-я глава, 16-й стих. 2-я параллельпоминон, 25-16. Он пошел обличать. Но он не знает, умный или не умный. Ему было поверение, иди обличь, вот как Сирахов. Он пришел, а царь говорит, а кто тебя поставил обличать-то? Замолчи, чтобы тебя не убили. Вот, он понял, что он глупый. И говорит, я понял, ты согрешил, и не каешься. И я понял, что Бог решил убить тебя. Вот и все. То есть он, когда шел, он поступал, как Сирахов пишет. А когда отошел уже, как Соломон, повелевает. Он решил убить тебя, потому что ты не принимаешь обличения. Я послан, как врач, сказать, что тебя ждет за беззакония твои. Вот так. Понятно. Ну, еще там буквально пару минут оторву вас. Давайте, отрывайте. Так, хорошо. Значит, вот у пророка Захарии, значит, что касается, ложные клятвы не любите. Значит, и очень много, так я вот вижу, сейчас, сейчас одну секундочку скажу, где еще. Это глава восьмая пророка Захария. Захария, сейчас я открою точно, чтобы уже Захария 8. А у вас поисковика в интернете нету библейского? Не, я не ищу поисковики, а у меня книжка. А, ну, давайте, а то симфония может и такая быть. Я вот выпустил неканонические книги, симфония, в книжном варианте. Ага. Ну, в поисковике это попроще, слово вбил и все, правильно? Мгновенно найдешь. Да. Захария, Захария 8.17, так значит, Захария 8.17. Никто из вас, да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите. Вот. И ложной клятвы не любите, вот именно, что касается со словом ложной клятвы, ну, я и в Левите я видел, значит, и вот еще в Захарии, в пятой главе есть пятая глава, третий стих. Пятая глава, третий стих. Так. Так. И он сказал мне это. «Проклятие, исходящее на лицо всей земели, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся, ложный, истреблен будет». Вот. И потом в четвертом стихе «Моим именем ложно» тоже тут. «Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя». Татя тоже не понимает слово «татя». Вор, вор. А, вор это, да? Да. «И в дом клянущегося моим именем ложно». Ложно, то есть этого нету, а он говорит «Было там, было, я видел своими глазами, а он не видел, он клянется ложно». Он не знает это. И говорит «А я ему отдал, а он не отдавал долг, а клянется ложно». «Я клянусь Богом, прости Господи, клянусь, что я ему отдал долг, а он не отдал, свидетелей не было». И говорит «А я не видел, а на самом деле видел, видел, кто убил, а показывает на другого». А нам дано клятву вообще никакой нельзя говорить. Это смертная... Никакой, не клянись вовсе. В Новом Завете, я понял, в Новом Завете, я понимаю, что нельзя клясться. А там ложно, это старое уже, что прошло, нам и не надо. Никогда, нигде, никак. Если ты лжец, то тебе и клятва не поможет, Златоуз говорит. А у нас будет «Да, да, нет, нет». «Да» это означает что угодно будет. Я все равно это «да» выполню. Сказал «нет», не уговаривай меня, я не пойду туда. Не пойду. «Нет», значит, твердо, железобетонно. Нет. Никогда. Вот это понятно. Ну, еще один вопрос. Может ли прихожанин входить в алтарь или быть внутри алтаря? Прихожанин может, если он рукоположен в щица хотя бы. А мирянин, который не рукоположен, не может. Лаодикийский собор 44 правило. Запишите. Какой еще раз собор? Лаодикий. Лаодикийский Лаодикий. 44 правило. Ни женщина, ни мирянин не имеют права входить. Но потом церковь допустила царя. Царь имеет, имеющий царское достоинство. А, но за царя это слышал я. Путин может заходить. И то там только для даров, чтобы приносить дары. Да, да, принять дары. Больше ничего не может. Да, да, я читал это правило. Это правило. Мы православные. Никто не имеет права заходить. Ни пожарные, ни электрики. Ну, чистец имеет право, а остальные не имеют права. Не имеют. То есть, я вот чистец. Я имею право, но я никогда не захожу. Я просто боюсь этого. Я очень благоговею перед алтарем. Никогда не захожу. Меня туда не затащишь. Я рукоположенный, чистец. С одной целью епископ рукоположен, чтобы при епископе во время литургии я мог говорить проповедь. Для проповеди. Они меня специально рукоположили для этой цели. Ну, как бы все, Игнатий Тихонович. Хотел бы, может быть, какое-нибудь наставление дадите мне там, не знаю. Доверяйтесь. Какое вразумение какое. Богу доверяйтесь во всем. Знайте священное писание. Это очень хорошо, что ваши вопросы были по писанию. Я хотел спросить, а почему у вас так много вопросов именно по книге неканонической Иисуса Сеарахова? Ну, почему? Сеарахова-то мне нравится книга. Она такая поучительная, как бы, очень нравится мне она. Ничего, просто я узнать хотел бы. Редко кто по Сеарахову много так задает. Да. Да. Ну, вот хорошо, что... Наставление одно. Помните, вы христианин, в первую очередь христианин, а уж потом православный. И возьмите правила. Я говорю о том, что я имею. Я никогда не спорю. Никогда. Ты священнику сказал, он будет тягивать споры, не спорьте. Вот узнал, скажи, я узнаю, отвечу. Не бойтесь, значит, что в незнании... Признание в незнании открывает путь к знанию. Видите как? У меня, я вспоминаю, один случай однажды был, в одной стране я был, ну, русские люди, они говорят, мы хотим проверить вас, как вы знаете Библию. Я говорю, как же вы проверите? А вот мы пять мест решили узнать. У нас, говорит, симфония, а вы без симфонии найдите. И я все пять мест указал быстрее, чем они по симфонии. Я говорю, я в храме стою, если говорится, два-три слова вместе, по-славянски. Я могу сказать, какая глава, какая стих, из какой книги. А почему? Потому что я 50 лет провел за Библией. Я могу этим похвалиться Богом моим. Они говорят тогда, это ему сатана дал такое знание. Я когда стал говорить о канонах, ты смотри, сатана, оказывается, и каноны дает знать. А у них это Бог, потому что они не знают. Антракт молчания длиной в жизнь. Слава Иисусу Христу! Во веки слава! Все, отмечайте. До свидания. До свидания. А у него под номером написано Беларусь, Гродно. А, вон где Гродно, Андрей. Благослови, Господи, его. Во славу Божию! Вот утром сегодня.